Вы против последних четырех сессий. Светлова порушивает этот закон. Перейдите, пожалуйста, на украинскую мову. Далее хочу вам напомнить, если вы так хорошо знаете закон, какими законами пользуюсь я в данном случае. Закон Европейской охраны региональных языков и языков меньшинств, протифицированных в Украине на основании всеукраинской переписи населения 2001 года. В 2012 году в сессии городского совета славянского было принято решение, в соответствии с которым жители города были переформированы на то, что русский язык более является региональным. Так вот, есть перечень мероприятий, которые в сессии в том числе и являются таковым, где я могу вести эти пленарные заседания в русском языке. Вы меня послушайте, но не нужно меня переговорить. Теперь, теперь, еще раз, можете кричать? Вы взагалі, вы что ли, что не взагалі? Я не буду ее игнорировать, но я не буду по вашему желанию вести, именно по вашему. За закону Украины. Перепис населення 2012 года. Не проводим. Региональный орган на нашей территории не встановлено. Вы все сказали? Да не надо голосовать, это не меняет. А чему не проголосовать? Проголосуйте. Вы дарят группы, и мы можем здесь голосовать. Хочем вы побачите, какие-то... Я вам дарят группы от сессии сегодня много доказательств. А что мы не слушаем сессию? Поставьте на голосуваниях, а не куда-то проголосовать не сидит. Это проблематично. Что мы думаем? На что голосовать? Поставьте на голосуваниях, а не проголосуйте ее уже. Послушайте, уже прошли выборы, народ, люди уже оценили вашу политику. Ну хватит уже. Ну хватит вам уже, мы уже оценили вас полностью. Прошли позицию. Маленькая реплика, да? Якщо вы не ставите на украинской мове, наполягайте, я вам... Вы даже не службово. Я служу службово-терганью местного самоградования. Подождите, пять минут, я прошу дать пять минут. Пять минут. Хорошо. Пять минут. Службово-терганью местного самоградования. Службово-терганью местного самоградования. Он не игнорует украинскую мову вообще. Он говорит о том, что когда он будет готовить провести великое пленарное заседание с урахованием технических термин, он будет вести его государственной мовой. Я тоже перейду на русский язык, чтобы он был доступен. Хочу обратить ваше внимание на то, что все меры вели на русском языке пленарное заседание. Даже Антон Олег Вячеславович, он год працювал російською мовою и когда он был готов, он остальные два пленарных заседания провел украинский. Я думаю, что начиная с 2016 года мы будем помогать провести пленарные заседания, начиная с маленьких, тогда больше украинской мовы. Это не будет проблемой. Также я хочу обратить внимание на то, что мовы – это посадка, выборная, и он является посадовой особой не государственной органией влады, а органией мировой самоградации. И сейчас он ведет пленарное заседание на умове, которую разговаривают большинство членов территориальной громады города Словянска. Про это, если вы вернетесь в органи статистики, вам дадут справа. И закон «Украина» есть демократичной державой. И слава Богу, что нам дали право обирать, якою мовою мы можем разговаривать. И местный глава, он не проходил конкурсы, он обрани, и на сегодняшний час он может вести пленарное заседание российской мовы. Он игнорует, согласно закону про мовную политику, в 12-м году. В 12-м году есть право обирать и вести такие заседания мовою регионов. Это все, что вы видите.